ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, неправильно ешь, надо с хвоста начинать. Да в смысле? Смотри, какие клешни большие. Мне кажется, надо с них начинать. Всем привет. Угадайте, где мы? Даю подсказку. Это та самая знаменитая река, в которой ловят вот таких огромных раков. Ну что, угадали? Правильно, мы в Ростове-на-Дону. Этот город еще называют Ростов-папа. И, Витя, нам надо с тобой остановиться, потому что папа ждет. Возможно, остановиться совершенно. Надо. Побежали. Южная столица России. Врата Кавказа. Порт пяти морей. Все это про Ростов-на-Дону. Город часто сравнивают с Парижем. Ты только посмотри на здание мэрии. Ну разве это не Европа? Ну, конечно, нет. Ведь в Европе нет Дона. Могучая река – главная гордость местных жителей. Они даже называют себя Донцы. В Ростове-на-Дону каждый из нас приготовил свою программу отдыха. Я – три женских развлечения. Ну а я, соответственно, три мужских. Вот только абсолютно все нам придется делать вместе. И никаких исключений. Танцы. Мне кажется, можно дискотеку такую устраивать на винограде. Давай, давай, давай. Вот это, да! Давай, давай, давай. Люба! 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 Я чувствую себя королем Ростова-на-Дону. Королем Дона сейчас. А ты с разбегом будешь бить, да? Отлично! Ничего себе! Молодец! Вот из чего сделаны ваши шашки! Йоу, мы читаем так, что по спине мурашки! Итак, мой ход первый. Сейчас намекну, что нас ждет. Вы казаки, казаки, военные люди, военные люди. Никто вас не любит, военные люди. Никто вас не любит. Полюбила казачка, варшавочка-бабочка. Ветер трепал на оксине юбку. Перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела, расшитая цветным шелком шлычка. Розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Жень, ты читала «Тихий дом» шелуха? О, да, еще в школе. Ну, я все помню, Гриш, Коксиня, да. Да, ну, в общем, вот примерно так они и жили. А мы с тобой находимся вообще в станице Старочеркассской, которая была основана в 16 веке. И достаточно долгое время она являлась столицей Донского казачества. А еще здесь родился Матвей Платов, атаман Донского казачьего войска. Да, я знаю, он принимал участие в Бродинском сражении. Да, это все правильно. В общем, он был настоящим казаком и мог и саблей рубить, и на коне ездить. Вот, вояка, представляешь? Ты чему клонишь? Ты хочешь перевоплотиться в казака саблей помахать? Мы с тобой перевоплотимся в казаков, и мы с тобой будем махать саблей. Мы? Подожди, мы так и не договаривались. Ну, началось. Давайте посадим Женю на коня, давайте дадим Жене в руки шашку и погнали. Ведь ты в своем репертуаре. Ну, а ты куда приехала? На Дон. Здесь испокон веков жили казаки. Служили царю и отечеству. Ну, а какой казак без шашки? Так что давай быстренько переодевайся и не капризничай. Так как вы первый раз держите шашку, тогда давайте возьмем ее правильно. Правильно. То есть шашку нужно брать, ну, желательно, не за рукоять, а вот так вот. А рукоять тогда зачем? То есть вы ее берете вот так. Да. И, ну, самые простые движения, это как бы вот опускаем вниз и делаем такую восьмерку. Вот. Почему не за рукоять? Чтобы во время движения у вас не ломалась рука. Не ломалась. Чтобы свободно ходила. Да, свободно. А тебе идет шашка. Может за местную сойти. Когда казаки уходили на войну, женщинам нужно было защищать свой дом. Так что в случае чего они могли это голову с плеч. Перед вами своего рода противник, да? Да. Занос шашки, значит, делается вот из такого положения. Вы вот так ее заносите. Раз. О, как вы ее провернули ловко. И кидайте, да. То есть давайте вот этот отработаем. Раз. Поворот. А, так. Какой-то раз. Да, 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 да. Вот, правильно. Поворот. Еще раз теперь с вами. Вот, смотрите, заносим. Да. Поворачиваем. И бьем. Легко сказать. А тебе не кажется, что у меня ничего не получается? Жень, ну не все сразу. Донские казаки учились владеть оружием с малых лет. Три года крестный отец дарил мальчику кинжал. Ну а шашку в руки давали уже ближе к десяти. Виктор, пошел. Виктор будет сейчас. А Виктор вот в эту сторону будет рубить. Ну что, Жень, смотришь? Да. Смотри. Да. Вот кто-то к тебе пристает, я защищаю. Давай на борщ будешь меня рубить дома. Ну, или так. Ладно. Поехали. Отлично. Вау. Так, мальчики, как бы мне полуруки не оттяпать? Григорий, я какое-то напутанное слово последнее. Ходите дать перед рубкой? Конечно, с Богом. С Богом? С Богом. Давай. Сейчас. Так. А ты с разбегу будешь бить, да? Ближе подходи. Так, хорошо. Еще раз, еще раз. Дубль два. Давай, давай, давай. Давай. Отлично. Ничего себе, молодец. Отлично. Слушай, хорошо рубануло. Рубить с плеча казаки сначала учились на струе воды. Потом переходили к шинкованию овощей, ну а уже после этого брались за лозу. По казаче, кстати, она называется тала. Удачи. Ну все, с Богом. Лоза, одна же тала. Готовься. Люба. 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 Я тоже хочу, чтобы мне крикнули Люба. Сейчас как ударю. О, я смотрю, ты разошлась. Давай, Женек, руби супостата. Ну ничего, ты подрезала ей верхушку. Сейчас. Давай еще раз. Можно прям сразу, да? Сразу еще раз. Конечно, давай. Давай. О, вот это... Люба. Ты знаешь, что-то бьешь по голове, а подкашиваются колени. Вот это... Люба, смотри ты ее как. Вот под крышок, пацан. Помнилась казачья песня. Били девки до гайдука. Ну здорово, славно. Понравилось? Да. Не ожидала я, что боевое оружие в моих руках так заиграет. Ощущение внутреннее это дает потрясающее. Я могу представить, почему тогда женщины такие боевые были. Спасибо, Витя, за то, что дал возможность окунуться в эту атмосферу. А мальчишки какие на конях, а? Вот жизнь была. Вот бы поиграться в это побольше, окунуться бы в это. Была бы моя воля, я бы вот целый день так стоял бы и шашкой махал бы. Налево, направо, капусту рубил, арбузы рубил, да все что угодно рубил. Витя, ты, конечно, зашел с козырей. Казаки, песни, шашки. Да уж. Постарайся теперь не осрамиться. Ага. Идем в торговый центр. Танцы. Мне кажется, можешь дискотеку такую устраивать на винограде. Давай, давай, давай. После этого, да? Да. Давай, давай, давай. Через горы, эзит барий, сквозь моря. Ага. Крикнем миру. Удиви меня. Ага. Жень. А? Вот торговые центры у меня вызывают стойкое ощущение неприязни. Вот ты меня серьезно зря сюда привела. Я вообще не понимаю, вот чем ростовские шмотки отличаются от шмоток в любом другом торговом центре мира. Причем тут шмотки? Я тебе покажу произведение искусства. Здесь? В торговом центре? Да. Ты знаешь, что в Ростове на Дону есть свой Энди Орхол? Если ты не знаешь, это американский художник, которого считают одним из создателей стиля Попарк. Знаю. Ну ладно. И где этот ростовский Орхол? Я тебе сейчас покажу. Пойдем, познакомимся. Максим Ильинов – ростовская звезда. Потомственный казак, многодетный отец и дизайнер ультрамодных вещей. Смотри, какие сумки. А майки! Да, в Москве-то таких не найдешь. Ты заметил, что на принтах только ростовские темы? Макс изобрел казачий поп-арт. Конечно же, я вам сейчас хочу показать. Матвей Иванович Платов, да, Виктори Атамат. Он у нас во всем присутствует. Видите, есть цветной вариант. Красота какая! Вау! Смотрите, вот казачий круг на воде. Видите, какие красивые принты такие, оригинальные, интересные. Я в этой культуре вырос. Ну что мне изображать? Микки Мауса, пусть Дисней изображает. Да, Рататую снимают третьему, а на четвертую. Такие хорошие мультики там, Астрикс, Абеликс. Тоже люблю. Но тоже есть кому снимать. А кто про нас расскажет лучше нас? Я смотрю, наш новый знакомый еще и картины пишет. И тоже в стиле поп-арт. Это очень яркое направление. Напоминает то ли плакат, то ли мультик. Не знаю, лично мне очень нравится. Наши кони, золотая степь вообще, наши донщики, красавцы. Вы знаете, когда были войны, вот, например, французы меняли 2-3 коня за компанию, немцы тоже 2-3. Наши на конях на одном уходили, на том же приходили. Понимаешь, конь вообще боевой, почти не болеет, все подряд ест. Какая энергетика, откуда столько энергии, откуда столько вдохновения? Просто с ног сшивает поток. Вы знаете, все это из детства, из семьи, вот этот мир, он не выдуманный. Это все часть меня, вот вся родня у меня такая, понимаешь? И все друг за друга, семьи друг за друга. Вот таблички, например, вот, мама моя от руки писала. Ну, один что ты сможешь? Один ты ни Сибирь не покоришь, ни в космос не взлетишь, понимаешь? Ничего ты один не можешь делать. Класс. А вместе? Согласна. Понимаете? А потом Макс позвал нас к себе в мастерскую. Ведь, честно, этого я не планировала. А теперь, ребята, самое интересное. Так. Нам будут помогать в нашем замечательном событии мои дети Варвара, Тихон и Мария. Мария, Тихон и Варвара. Да. И догадайтесь, что мы будем делать. Я вижу краски, я вижу кисти и я вижу футболки. Неужели? Да. На самом деле мы сейчас совместим весь сегодняшний день. Вот поставим финальную такую точку, да? Аккорд, моду, дизайн, живопись, поп-арт. Мы совместим все своими руками в одной футболке. И это будет вам один из подарков моих на память, на долгу. Правильно? Вы не против? Ничего себе, я не ожидала. Я хотела тебя удивить. В итоге Максим удивил всех нас. Все-таки лучше, если в какое-то место попали интересное, да раскрыть цветочек полностью. Чтобы вообще понять... Палитра. ...всю эстетику казачьего пупарта, проще всего не замарчивать со сложными, да, какими-то вещами. Возьмем, например, такое интересное слово. Люба, например, да? Люба! Люба! От слова любовь. Да. Классно, красиво, приятно. Приедете, вы скажете, как вам поездка на Дон? А вы одним словом. Люба! Каждый рисует это слово как хочет. Можете писать его, смотрите, округло. Можете просто рублено. Это не имеет значения. Главное, смотрите, каждая буква отдельным цветом. Да. Да, это важно. Это самое главное. Хорошо, попробуем. Попробуем так. Жень, помни, пожалуйста, что ты делаешь футболку для мужчин, чтобы без всяких вот бабочек и розовых блесток там. Слушаюсь, шеф. Ребята, ну показывайте, что вы наваяли. Так, все, мы садимся. Можно, да, снимать доски? Да, прям снимайте. Я даже вам больше скажу. Они не испачкаются уже? Нет, если комиссия утвердит, вы это еще и наденете на себя. Слушай. Ну вот, посмотрите, да, на самом деле, человек, который, ну, рисовал, наверное, в жизни, да? Впервые в жизни акрил в руки взяла. Представляете? Ну, здорово. И подпись. Вай-вай-вай. Вай-вай-вай. Слушай, как красиво. Мне очень нравится. Что, одобряем, Варь, или полы мыть? Все, давай пять. Пять. А тебе подожди, что ты заслужил? А мне еще рано пять. Не заслужил еще, да, даю. Смотрим это. Тут тоже, видишь, как. А все-таки женщина, она как-то изысканная, да? Она вот округлее, как-то композиция по-другому. У мужчин все. Шашкой. Строго шашкой, да? Капусту нарубил. Нарубил, вот как и все. Слушайте, ребята, тихо, надобряем. Да. Максим, как наставника, как вдохновителя, мастера и учителя, я тебе говорю, меня, ну, ты удивительный человек просто. Я не знаю, я смотрю в его глаза, и вот как будто лучи добра, солнца, и, ну, просто что-то невероятное. Спасибо тебе большое. Огромное. Еще я хочу сказать, что если бы Дед Мороз был рыжий, он бы был вот такой. Мне кажется, что да, про добрые глаза это точно. Ну, вы знаете, у нас есть наш Дед Мороз, он называется Дон Мороз. И он рыжий. Я не знала. Кто бы сомневался. Витя, конечно, расстроился, когда узнал, что я веду его в торговый центр, но не могла же я открыть все карты сразу. Когда уже Витя познакомился с Максимом, тут уже, конечно же, случилась эта встреча. Люди сошлись энергиями. На самом деле, к Максу невозможно не подключиться, это факт. И я очень четко вспомнила выражение еще со своих студенческих лет от мастеров. Твори, когда не можешь не творить. Говори, когда не можешь не сказать. И мне кажется, все вот это буйство красок, это прям про Макса. Ну, это какая-то редкость, чтобы встретить такого вот заряженного, позитивной, творческой энергией, невероятной, просто с ног сшибающей. Ну, это очень большая редкость. И он настолько меня зарядил энергией, настолько вдохновил меня всем своим искусством. Здесь в мастерской просто невероятная обстановка. Здесь хочется брать кисти, брать, не знаю, глину, лепить что-нибудь скорее, скорее что-нибудь красить, создавать. Своими руками хочется создавать. Евгения, за этот поп-арт-вояж ставлю вам твердую пять. Но чего тут скрывать, ты меня удивила. Теперь надо достойно ответить. Давай, давай, давай. Вот это да! Давай, давай, давай. Вот из чего сделаны ваши шашки. Йо, мы читаем так, что по спине мурашки. О, большая, большая, большая полетела, смотри, 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 смотри. Ой! Ага. Ага. Улетела. В кусты. Слушай, вот жизнь у них, а. Летает туда, летает сюда и все. Летают. Красиво летают. Оп, рыбку. Цап. Слушай, а чем вообще с тобой занимаемся? Бёрдвотчингом. Чем? Ну, бёрдвотчинг с английского наблюдения за птицами. О, черные. Ага, вот в Ростовской области, между прочим, около двухсот разных видов птиц. Ну, там бакланы всякие, чайки, брестник, сапли. А я их только на картинке видел. А тут вот они, как на ладони. Смотри. Это, конечно, все прекрасно видно, только скучно. Скучно? Угу. Ну, значит, пришло время проветриться. Проветриться? Да. Бёрдвотчинг – только первая часть моего сюрприза. А ты знала, кстати, что Дон – одна из самых древних век мира? Насколько древних? Ну, очень древних. Настолько, что она раньше впадала в Черное море, а не в Азовское. Но в Азовском тогда не было, чуть-чуть есть. Ого! А знаешь, почему тихий? Потому что течение тихое? Ну, довольно логично, да? А почему еще? У нее течение всего 3 км в час. Да ладно, мне кажется, я иду быстрее. А скорость сейчас будет, Жень. Потерпи немножко. Сечек посмотрели, на лодке покатались. Теперь гидрокостюмы зачем? Потому что мы с тобой подходим к нашему главному номеру программы – катанию на вейкбордах. Привет, Игорь. Привет, ребята. Так, заходи. Привет. Жень, не бойся, это просто. Да. Я всему сейчас вас научу. Посмотрите, это вейкбординг. Мы катаемся за катером на досках. Это очень популярный вид спорта в Ростове, потому что лето длинное, 5 месяцев, просторы водные, огромные, кататься можно где угодно. И сколько хочешь. Вить. Чего? Я. Скажи, Таид, что это легко и безопасно. Это легко, я тебя всему сейчас научу. Ложись в воду, держись за веревочку, катер начинает тянуть, упирайся пяточками, встаешь на доску и все, ты уже получаешь удовольствие. Куда я, простите, должна упереться пяточками? В доску, конечно. Руки прямые, плечи назад, смотри, как лихо получается. Так, чур, я следующий. И ты тоже готовься, давай. Сразу так быстро? Давай, 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 молодец. Витя, давай! Все, все, все. Все, молодец, смотри, пятками, пятками упирайся, вот, когда пятками упирайся. Витя, ну не просто пятками упирайся, а все-таки вставай над доской, понял? Поднимай корпус. Тебя, Фал, когда будет тянуть, вот, дай ему себя вытащить. Руками не подтягивайся на нем, и за ним не ныряй. Но вытащить ему нужно позволить тебя, тебя, понял? Сначала у меня ничего не получалось, но я довольно упорный. Сказал поеду, значит поеду. Вот, еще, 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 вообще, еще, еще. Давай, 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 давай. Вот, отлично, 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 достаточnya. Можно чуть-чуть еще, чуть-чуть. Вот, отлично. Красавицу правильно делает, да? Витя! Она говорила, что не умеет. Молодец! Да! Блин, красавец! Красавчик! Ну все, я по-любому должна тоже встать и поехать! Блин, ну кайф! Почему я раньше этого не делал? У меня был опыт, когда я на лебедке на озере в парке катался, и там я не встал ни разу, вообще никак не пошло, а здесь просто... Просто вау, просто вау. Я чувствую себя королем Ростова-на-Дону, королем Дона сейчас. Так, теперь моя очередь. Выдохнули, все хорошо, я не боюсь, я справлюсь, я смогу. Боже, это совсем не просто, как же скоординироваться? Тело вообще не слушается. Так, я все помню. Локти выпрямляю, колени сгибаю, к себе к груди прижимаю, пятками давлю. Так, одновременно правой и левой. Нет, одновременно правой и левой. А, куда? Боже, что делать? Не получилось. Ладно, еще попытка. Почувствуй, как ты об воду упираешься пятками. Чувствуешь? Чувствую, я должна почувствовать. Что я должна почувствовать? Как я упираюсь в воду? Я не чувствую, как я упираюсь в воду. Еще, еще, еще. Я должна это сделать. Молодец! Стой. О, я, кажется, рук не чувствую. Молодец! Ну, в смысле, я прям рук не чувствую. Ну, я должна встать. Ну, неужели я так и не встану, а? Не, ну, я считаю, что, я считаю, я считаю, что Женя вообще максимально просто делает сверх своих возможностей. Он сматывает быстро. Еще несколько раз, вот ей очень побольше опыта и вообще все прекрасно будет. Ну, удивительный человек. Классно все будет, Жень, классно. Ты молодец, большая. Такая маленькая, но такая большая, молодец. Ребята, как же я устала. Ты сегодня поборол еще один свой страх, понимаешь? Потому что ты с каждым разом, ты все лучше, лучше, смелее и смелее самой себя ведущей. Все, умничка, большая молодец. Все. Очень хорошо, очень хорошо. Сереж, прости, пожалуйста, но GoPro. Мы потеряли GoPro. Все, не переживай, не переживай. Я считаю, что Дон забрал просто подарок от нас, вот и все. Мы должны были что-то отдать, какой-то подарок Дону, и мы его отдали. Пусть это будет GoPro, а не наша рука, например, или не наша нога, я считаю, правильно? Два ногтя у меня забрал. Два ногтя забрал. Да это все фигня. Два ногтя и GoPro. Вот так, ребят. После такого путешествия на пределе возможностей хочется немного выдохнуть. Без проблем. Ты только помнишь, что твоя очередь удивлять. Виноградник. Опять, да? Да. То есть снова будем собирать урожай. Где-то было уже это, по-моему. Так, ну что, за персиками! Которые растут наверху слаще. Вот, Жень, не впечатляет совершенно. А ты подожди делать выводы раньше времени. Мы в этот раз с тобой вино будем делать. Вино? Ростовское вино? Угу. То есть такое существует? Тебя ждет много приятных открытий. Первые упоминания донских вин встречаются в документах Петровской эпохи. В Ростовской области выведено более ста автохтонных, ну, то есть местных сортов винограда. Хотя и европейцы чувствуют себя здесь неплохо. Сейчас мы с вами находимся на... где выращивается рислинг-сорт. Вот это рислинг? Да, это рислинг, да. Это белый сорт винограда, рислинг кореинский. Очень вкусный, сладкий. И сегодня мы с вами соберем его и из него же будем делать вино. Соберем? Жень, соберем. Ну вот скажи, за что ты меня так не любишь, а? Скажите, а у вас не придумано, может быть, какого-то ростовского робота, который ходит, срезает что-нибудь? Да, на двух ногах мы привлекаем ростовских роботов. Вот вы в качестве. Понятно. Ясно. Не куксись, работа-то всего на час. Кстати, ты заметил, какой сладкий виноград? Он просто сахар. Узная вкус вина, рислинг, я бы ни за что в жизни не догадалась, что из этого винограда можно получить такое вино. Это особенности технологии, да, вся сладость уходит в процессе? Да, сахар перебраживается, спирт, и потом и аромат получается, и интерес у него, и вкус. Просто он прям очень сладкий. Класс. Я-то думал, на сборе винограда трудовая повинность закончится. Угу, как же. Раба по имени Виктор заставили грузить ящики, а потом отделять ягоды от веток и листьев. Очень удивительное занятие. Ты посмотри, как эти ягоды улетают под пресс. У меня предложение. Давай раздавим их по старинке. Как в фильме с Челентано, помнишь? Ну что, да? Давай. Мне прям волнительно. О, боги. Они прям пузырьки лопаются. Ну как? Слушай, это странно, они прям между пальцев просачиваются, прям лопаются. Продолжай, продолжай. Давай, как-то поактивнее как-то. Это очень приятно. Ты же помнишь, как там было в фильме? Да. Ну, я тоже не удержался и залез в этот чад. Мне кажется, так виноград еще не давил вообще никто и никогда. Как, ну как? Да, ощущения интересные. Стоим, стоим, стоим. Нормально, стоим. У меня уже ощущение, что я уже нахожусь в месиве в каком-то. Причем, что я давлю, я не понимаю. У меня там давится, ну как бы, водичка такая. Там уже, да, там уже жидкости больше. Как? Класс, слушай. Ну вот, вот это другое дело. Вот это пошло веселье какое-то. А то таскаю виноград, собираю виноград, обрезаю виноград. Если бы я все-таки работал на виноградной ферме, я бы занимался вот этим. Ну только я бы взяла тазик побольше. Да, да. И музычку мой. Почему нет? Такую громкую-громкую. И прям танцем. Мне кажется, можно дискотеку такую устраивать на винограде. А я бы оставил поменьше. А мы прилично сока надавили. И куда его теперь? Виноградный сок бродит в дубовых бочках в подвале. Примерно через полгода готовое сухое вино одевается в бутылку. Как ты сказала? Одевается. Красиво. Ну вот я такую уху в жизни ни разу не пробовал. Она сочная, наваристая. Рыбка чувствуется. Опустим распри. Запустим голубя мира. Давайте лучше обнимашки вместо этого горбального телера! Йоу! Йоу! Чтобы узнать качество вина, мы его прокручиваем в бокале, раскручиваем. И смотрим, как оно стекает. Видите, оно стекает, начинает стекать жирные, длинные такие капли, которые начинаются от верха бокала и стекают вниз. Затем мы нюхаем вино. И что мы там слышим? Мы там слышим. И тут он ржаной корочки, и миндаль, и легкие медовые оттенки. Сухие донские вина долго живут в бокале. Их аромат раскрывается постепенно, как цветок. Надеюсь, и красное не подкачает. Вино нарядное, ярко окрашенное. Здесь цвет гранатовый. Наши красные вина, они отличаются легкой тонинностью, приятной. Чем легкой? Тонинностью. Тонинностью? Да, они бархатистые. По аромату оно здесь выступает и чернослив, потом красная смородина. Ну, если сравнивать с белым, хотя, если так можно сравнивать, оно гораздо насыщеннее, гораздо плотнее, гораздо сытнее, если можно так сказать, по своей какой-то консистенции, по всему. Ну что, Витя, теперь мы с тобой знаем о виноделии на Донской земле и знаем не понаслышке. Оно того стоило. Новые знания о вине, это наша повседневность, это, мне кажется, нужно про это знать и понимать. Здорово, что мы здесь на Донской земле этого коснулись. Все вот это вот собирательство винограда, обрезание и вот эти ящики, которые Женя меня изначально заставила куда-то тащить, потом все это грузить. В общем, я думал, что все уже, потеряно совершенно все. Но, когда она мне предложила подавить виноград ногами, немножко потанцевать в этой катке, как-то все стало гораздо интереснее. И, конечно же, на дегустации совершенно все приобрело другие краски. Ну, по-моему, я даже чуть-чуть захмелел. Прекрати дурачиться. Сейчас, между прочим, твой ход. Давай-ка, удиви меня. Моё тело горомышц однажды будет. А пока штанга проиграла микрофон из студии, ходят же люди в спортзал или просто на турник. А я предпочитаю провести вечер с любимой книгой. Посмотрел в зеркало – это провал. Там, где раньше были кубики, один большой овал. Вообще, исхудал совсем. Бросил тренировки. Все решено. Завтрашнего утра просыпаюсь в семь. Держу себя в тон усилений. Ни единого шанса. Утром нет возможности вечером точно пробежаться. Всегда полон сил. Необходимо было раскачаться. Слушай, какие классные ребята. Ты как вообще это место нашел? Слушай, ну вообще, это было совершенно несложно. Потому что Ростов-на-Дону считается столицей русского рэпа. Каста, Баста, Вася Обломов – вот они все отсюда. Ну и вообще, есть шутка, что в Ростове каждый второй подросток – это рэпер. Да ладно, йоу. Йоу, да. Вау, вау. Слушай, я как-то раньше не задумывалась, а почему российский рэп так прочно обосновался именно в Ростове-на-Дону? Ну, здесь все понятно. Эти парни – правнуки донских казаков. Свобода у них в крови. Ну а какой хороший рэп без свободы? Скажи, а вот чем ростовский рэп отличается от всего остального рэпа в мире? Ну, примерно тем же, чем и люди ростовские отличаются от всего остального мира. Здесь своя манера для общения, свой, блин, стержень, свой дух, да. Как я не могу… Менталитет, я не смог сказать это слово. Казачество, наверное, да? Казачий рэп. Да, иногда и о казачестве включаем, конечно. Это же наши корни, почему бы нет. И об этом тоже упоминаем в песнях, где-то вклиниваем. Что-то уникальное. То есть я нигде не видел такое подобное. Ростов – это свобода, это протест против навязанных идеалов. Свободный город, получается. Хорошо. Скажи, а вот южные люди, это вот какие, ты сказал, южные, какие такие? Что вот южного человека отличает от всех остальных? Ну, наверное, присыщенность вот под этим солнышком болящим. Нас люди, если любят, то по-настоящему на все сто процентов. Ненавидят, так-так ненавидят, как… Ненавидеть, наверное, невозможно. Ну, то есть все как-то на пиках, на пиках находится, вот как-то так. Южный темперамент – это свобода, это предприимчивость. Ростов – это купеческий город, прежде всего. У нас шла торговля. Класс. То есть, получается, казаческо-купеческий рэп. Да, да. Именно так. Шик. Хорошо. А что нужно человеку, вот, для того, чтобы быть рэпером? Безграничную фантазию. Обязательно. Стержень. Внутренний стержень. Да. Уверенность взглядов. Конечно, чувство ритма обязательно, в идеале голос тоже. Но начитанность, то есть, ну, просто идея, чтобы сказать. И главное – отпустить все сомнения, страхи. Вообще, не важно, как это будет выглядеть, чтобы просто делать, отдать качество, отдать музыке, стиль. А волнение? Как же люди смотрят, слышат? Да, вот это нужно преодолеть. Когда ты любишь то, что ты делаешь, ты не задумываешься о волнении, ты не задумываешься о людях, ты просто думаешь о том, что ты доносишь. То есть вы просто запрыгиваете на волну, а дальше льется? Да, именно так. Вау, Витя, они еще что-нибудь зачитают? Хочу еще ростовского рэпа. Просто требую. Ну, естественно, и не просто зачитают. Короче, сейчас ты все поймешь. Ребят, мне очень хочется проверить, насколько мы рэперы и насколько мы рэперее, чем вы рэперы. Поэтому я вас вызываю на батл. Принимаете, да? Конечно! Все, ладно, давай. Заводи битулю. Давай! Земля родная моя, с южным климатом, мягким характером и другим нравом тут так принято. По тридцать морозов зимой и летом наш душный саут только холодный душ спасает. Знай! Э-э-э! Да, давай! Ага! Йоу! 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 Дон казаки, Дон казаки, Дон! А ну-ка давай удиви меня картон! Вот из чего сделаны ваши шашки! Йоу! Мы читаем так, что по спине мурашки! Йоу! Класс! Класс! Давай отвечаем, Дон. Йоу! 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 Раз, два! Йоу! Откуда повсюду сюжеты, травматы, районы, погонам всегда тут не рады. На свежем подгоне уже ждут ребята, она на закате закрутит мне завтрак. И так будет завтра, и так будет завтра! Другого не надо, не всем суждено было жить уж на МКАДе. Но тут все или ничего, тут верх или прямо на дно. Тут каждый новый день, новый дом, Мои музыки притонны, притом не в прикол. Все на ком, сердце кол, не за то, а за то мне по флом! Йоу! 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 Так, женек, давай отецку нашу! Ладно, ладно, Ростов это красиво, из ваших уст это звучит так мило! Опустим Растрис, опустим голубя мира! Давайте лучше обнимашки вместо этого горбального телера! Йоу! 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 Через горы, сквозь моря, ага! Крикним миру, удиви меня! Через горы, сквозь моря Крикнем миру, удиви меня Через горы, эзвит бари, сквозь моря Крикнем миру, удиви меня Вообще, все, что сейчас происходило, у меня вызывает дикий восторг Я не понимаю, как люди настолько свободны, настолько раскрепощены Настолько свободны, смело мыслят и не боятся слов И не думают о том, что они говорят И при этом говорят классно, круто Для меня это загадка, я такой свободой не владею И если бы не Витяна поддержка, если бы не его вера в меня Я бы даже менять, сказать чего-то там, два слова бы не связала вообще никак Вообще, к рэпу не имею примерно никакого отношения Я в душе вообще панк Но приехать в Ростов и не окунуться в рэп-культуру просто невозможно Ну, по понятным причинам Поэтому я считаю, что погружение прошло просто замечательно В какой-то момент я почувствовал просто столько энергии Что меня чуть не разорвало вот на эти рэп-кусочки во все стороны Женя просто молодчинка Ну, она как дала, она как зачитала, она как зарыповала И от нее столько энергии просто двинуло Я, честно говоря, не ожидал даже Она большая молодчинка И наше рэп-приключение завершилось совершенно прекрасно Так, чего-то я не слышал восторгов Витя, это было супер! Молодчина! Ну, где вот это вот все, а? И я размышляю про свой следующий ход Как-никак наше финальное развлечение ставки высоки Ох, я не могу Я берегу Дона Боже, это с нами происходит Ничего себе Это кто? Это сюрприз, Витя! Вкусно тебе? Очень ростовский помидор, хочешь? Я хочу пообедать нормально Пообедать Супчик будешь? Буду Так, что у нас сегодня в меню? Знаменитая ростовская уха Между прочим, местный бренд Готовить я ее не умею Но на Дону много хороших поваров И я организовала мастер-класс у одного из лучших С чего начнем? Начнем с того, что заложим первую порцию рыбы Так Это головы и хвосты для навара А что за рыба? Рыба сазан и карп Это будет навар Отлично Ну, тут прям навар-то приличный будет Так у нас, да, рыбки-то как хорошо Прям так надо, чтобы по-ростовски много, да? Щедро рыбы Конечно Пока варится бульон, нарежем зелень и овощи Эй, а ты чего сидишь? Помогай давай Признаться, впервые вижу, чтобы в уху вместо картошки клали болгарский перец и помидоры Расскажите, а кто когда придумал вот класть помидоры, например, томаты в уху или вот перец красный, я вижу тоже, он же тоже в уху Ну, это старый рецепт, доставшийся от дедов Ага Поэтому, как бы, переходит из поколения в поколение А это вот единственный оригинальный рецепт, другого нет? Нет, почему? Есть разное Какие еще бывают? Есть, допустим, вообще там четверная уха Сначала закладывают петуха Петуха? Варят его час-полтора, да Сначала делается бульон А потом уже точно так же закладывается рыба То бишь сначала хвосты головы, а потом уже вся остальная рыба Жень, я смотрю, нашему повару мало помидоров Он еще и томатной пасты в котивок положил Да что это за уха-то такая? Это ты мне сам скоро расскажешь Должно быть вкусно Тут одной рыбы килограмма три Ну, да ну, рыбы очень много Толстолок, сом Ну, для ухи лучшая рыба там идет Это карп, сазан, сом, толстолок Почему? Потому что они самый наваристый бульон дают? Да, это самый наваристый И как бы здесь кости более крупные То бишь очень приятно кушать уже Скажите, а я вот еще знаю, что Вроде как еще добавляли пшено Ну, для сытости, да? Ну, это было давно, да Добавляли его для сытости И как бы густоты ухи Вообще, как бы хорошо добавляют Это икра рыбья В сазане, вот, карповая икра Добавляешь ее тоже Для наваристости тоже Да, ее разбиваешь Икринка от икринки Она дает ухе больше объем И опять-таки же больше навар Ну и самое главное В нашей ухе Добавляем водочки Водочки Так И тушим Фруктового дерева Головешечку Вот, огоночку Разбалтываем И накрываем И теперь можно употреблять Ммм, запах просто изумительный Так, дайте мне скорее Самую большую тарелку Сейчас буду пробовать Выглядит очень внушительно Густая уха Она варистая Если до утра доживет Будет холодец Как она наварилась Ну-ка, ложка почти стоит Да-да-да, Сергей Но вот я такую уху в жизни Ни разу не пробовал Она сочная, наваристая Рыбка чувствуется Помидорка, кстати говоря Помидор, мне кажется, все Томатная паста и помидор просто Они добавляют сюда вот кислиночку Вот эту вот какую-то Нужную Не знаю Какую-то вот кислиночку Как хорошо оказывается Кислиночка в ухе И вода здесь Ох, я не могу Уха на берегу дона Боже, это с нами происходит Происходит Да, простите, слов мало Потому что Потому что очень вкусно Ты ешь, Вить, ешь Только смотри, не лопни Я же для тебя еще кое-что придумала Как говорят казаки И с Богом Ах, пчелочка золотая Ах, что же ты жужжишь Нормально все? Ничего себе Это кто? Это сюрприз, Витя Здорово, дни, валя Здорово, дни, валя Слава Богу! Слава Богу! Ничего себе! Так, ну что, хозяйка Увощай ушицей Давайте с удовольствием Витя, помоги, пожалуйста Так, я помогу Рать такого дела Подожди Как думаешь Вкусная она, Донуха? Хорошая уха Донская уха По вашему рецепту По местному Так А вот мы и проверим Так, так Да не жалей Да от души, ну Так Кто у вас главный? Так, ну я буду главный Давай, давай Правду говори Да получилась Хороша Хороша уха Ну присаживайтесь А теперь посмотри на эту воду На эти берега И запомни этот вечер Не для меня Придет весна Не для меня Давно разольется И сердце девичье Забьется С восторгом Чувств Не для меня Ну что, пора подвести итоги Нашего путешествия По Ростовской области Мне понравились пять развлечений И мне пять Но только в четырех мы совпали Это мастер-класс С казачьей шашкой Встреча с дизайнером Максимом Ильиновым Рэп-тусовка Ну и ростовская ушица Ну что, вот за эту уху И за такую хоровую песню Я тебе готов простить Вот этот сбор винограда Слушай, ну уху надо было попробовать А что тебе еще понравилось? Мне понравился наш с тобой Водный экстрим О, это да А рэп как ты читала, а? Скажи, я вообще Я сама тебя не ожидала Слушай, мне кажется Мы с тобой даже половину Этого прекрасного региона Не посмотрели Ну вот поэтому Мы с тобой сюда Обязательно еще вернемся Отличный план Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин